В последний момент выяснилось, что я спичку ставлю сейчас на максимум. Задача испытать ветрозащиту, 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 ветрозащиту. Ветрозащита навесная, потому что, когда ветер, то сдувал и ветрозащита, это такой опытный вариант, но позволит испытать, в принципе, набираются на любой котелок, любой емкости. Это вот такой самый вариант, неблагоприятный, когда нет ручек, в этих ухе, то есть не за что зацепиться. Ну, а в походе, когда группа людей, то это все не проблема. Поверьте, ветер, сейчас поправлю штатив, все на изоленте, как обычно. Сделал также на штативе подогреватель для мобильного телефона, потому что можно вставать с кармана, это каждый раз, очень удобно. Значит, по печке, печка это двухстенная. Тут также есть юбка, которая горячие пиролизные газы, посылает вниз и позволяет потом горячим воздухом обдувать дрова, если они сырые, то есть дважды как бы циркулирует. Что еще отличает, значит, на подставки для посуды, зерка с запором, то есть если закрывается и позволяет экономить энергию. Ну, по традиции я забыл кратушник, но будем даже визуально наблюдать кипение. Ну, как ни странно, то есть видео было быстрерывное, пузырьки уже есть внизу. Конечно, я тоже взвесил перед пузырами. Дрова по-прежнему это береза и вишня. Ну, надеюсь, что мобилка выдержит. Вот уже три минуты съемки идет. А, значит, воду я набирал из крана, холодная вода. То есть там температура, ну, точно не 20 градусов. Я потом дома померю, потому что градус не забыл и не могу померить. Померю потом, нет смысла. Почему сегодня, пистиль? Потому что, ну, если сегодня вот она закипит там, то уже не будет такой защитной точкой. Значит, тут полтора литра воды. Самый маленький котенок. Витровая защита вес 150 грамм. Для сравнения вот Татонка, у меня алюминиевая, но там вынужден был поставить спицы, чтобы поднимать выше. Чтобы вот этот поезд, который у нас получился. Здесь получился 350 грамм. Не очень, да? Еще. Тоже завела, походу. Тоже завела, походу. Тоже завела, походу. Субтитры выключаем. Субтитры удолженно circles. Ну вот это, скажем, для печи, при такой навесной ветрозащитный приходник придется ориентировать так, чтобы носик сюда, и, соответственно, на свободное место гору, склава будет по носику, может не очень комфортно, но, когда лодочная гора будет в плече несложно. Мы здесь проводительно, мы идем по правилам, здесь в основном, они готовые уже были, поэтому понятно, что без отверстий будет лучше, но такого тонкого металла нет, будет чуть тяжелее, и можно будет сделать. Сегодня же ветер увидел и попробовал, вчера я попробовал, а сегодня уже определился по конструкции, как навешивать. вот здесь, жалко градусника нет. Так, сколько там сейчас? Ну, уже 7 минут. 7 минут, ну все, минус 5, даже минус 6, ветер. По потере привычная, но все равно, что ведет так, что едем по спорту. Так, начинает чуть-чуть, конечно. Ну, опять же, 7 минут, это с начала съемки, опа, ну вот, закипело и одновременно, ну вот видно, да? Значит, с начала съемки, 7,50. Полтора литра воды, и все, в общем-то, тест окончен. Мобилка выдержала. Раз такое дело, сейчас покажу свой подогреватель. Вот он так выглядит. Так, за 7,50, полтора литра воды. Двустенная печка с лишним, потом вес печки. Значит, 404 грамма, вместе вот с этой фруктурной. Главное, регулируется сейчас на максимуме, сейчас я поставлю на минимум, вот сейчас на минимуме, сейчас буду увеличивать. USB снегом забила. В этих печках полностью дно, целое, боковой подух идет. И снизу абсолютно. Вот, я сейчас, я сейчас касаюсь этой трубины. Спокойно можно и поднимать ее. Ну все. До свидания.